здравствуйте друзья спрашивают ссылаясь на мой прежний нам рассказ о том что если человек даже нелегально работает его нельзя обмануть точки зрения вот не заплатить за работу до пришел работу сделал договаривались заплатил и он может пойти также как если бы он был там гражданином страны на тех же условия основаниях он может пойти там выбор департамент выбор комиссионеры и тот добьется что ему заплатили за его работу и вопрос такой как государство относится к людям которые нелегально работают и вот с учетом вот той истории которую я рассказал та история о том что обманывать нельзя это вообще ерунда по сравнению с тем какие истории бывают я вам расскажу такую историю я когда страхованием занимался как раз в это время приключилась такая история какой-то человек дело было в калифорнии какой-то человек подрядчик строительный принял на работу нелегал нелегалов много работает но в данном случае приключилась такая история нелегал был обладателем фиктивного айди то есть у него был какой документ тип он легальный но документ был поддельный есть такие продают недорого там за 150 долларов продают те там или теперь хорхе гонзалес там и вот там со всеми номерами всеми делами вот с таким документом устроилась на работу а дальше он стал участником какого-то там нехорошего мероприятия в результате происшествия в результате которого оказался инвалидом что-то случилось упал там где-то или на него упал и в соединенных штатах есть страховка обязательно в калифорнии она обязательная это страховка от травм на производстве называется боркерс компенсейшн если в мою историю почитаете вот там есть ссылка под описанием к видео и я там довольно подробно описываю вот что это такое если кому-то очень интересно короче она компенсирует там сумма до миллиона технически до миллиона на самом деле сколько надо столько заплатить там и на лечение и на восстановление профессиональной там как бы инвалидность там все все включено в общем человек подает на эту самую страховку на work is compensation страховая компания увидев что человек не просто нелегальный то есть если был бы он просто нелегальным работником вопросов бы не возникло вообще человек работал пусть нелегально пострадал на работе страховка платит без звука но тут случай был особый они отказались платить на том основании что он обманом попал на эту работу то есть понимаете какая история закон защищает человека законопослушного закон не защищает человека который нарушает закон например допустим вы ограбили кого-то да а он вас там выстрел в этот момент или там ножиком пырнул вы не можете сказать он 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 отвечает потому что вы в этот момент на него сами напали вы нарушили закон тот имеет право на самооборону т.д. поэтому что что можно сказать и верховный суд штата калифорния постановил ну естественно это все там пошло по цепочке и верховный суд сказал платите даже несмотря на то что это результат обмана то есть казалось бы человек который обманул вообще прав никаких не имеют но в данном случае передных законам о труде применительно к тому что он он работал и он он под защитой вот они они так поставили это не было очевидным когда страховая компания принимала это решение они исходили из того что им говорили их юристы я вас уверяю что в страховых компаниях юристы высочайшего класса высочайшим там большие деньги крутить и тем не менее значит вот суд постановил это об отношениях к людям которые там нелегальные я я думаю что вот существенным является то что это отношение к людям люди делятся на легальных нелегальных черных и белых там образованных и необразованных там много зарабатывающих и мало зарабатывающих да там сильно богатых и сильно бедных и так далее но начинается с того что это человек всякий человек имеет какие-то права по факту своего рождения человеком поэтому заключенный имеет права вот или там под следствием чек находится и так далее даже человек которого там есть на приговорили к смертной казни да у него тоже есть право пока он ожидает этого события у него тоже есть право определенные то есть он безусловно он ущемлен в правах по сравнению со свободными гражданами или с теми у кого там провинности меньше вот или скажем там уголовные нарушения или там гражданские нарушения у них разные у разный уровень ущемления в правах но у них есть права поэтому же вот эти случаи когда ну вот полицейский такой произвол там беспредел и так далее поэтому эти случаи в обществе вызывают такой невероятный резонанс потому что человек имеет право никто не может человека лишить его прав давайте я помню я вам расскажу случай странный на самом деле даже для советского времени но вот я помню мы в институте связи я учился и это не была лекция это был семинар то есть мы там человек 25 нас 26 группе было вот мы сидели небольшой аудитории и там что-то было по истории кпсс там так как обла общественная была дисциплина и там речь зашла о том что в соединенных штатах угнетают черных вот значит как мы сейчас сказали бы афроамериканцев и у нас сидела девушка одна такая из подмосковья простая и так она слушала слушала этого докладчика значит потом поворачивается ко мне и так руками ведь миша но они же черные и это это советское время эти страна гордилась тем что вот у них черных того не так это у нас все равны поэтому не принято вот не не принято у человека отнимать какие-то права которые ему даны кем даны по рождению даны вот вот оттуда даны если вы конституцию соединенных штатов начнете читать вот там в самой первой строчке там начинается с того что значит что all men all men are created equal значит все все люди в данном случае мужчины если дословно созданы равными обратите внимание они не рождены равными это очень очень важно и она не горит арборн и вот этот арк рейтед equal это свыше это право который даст права человека даны создателем они не даны правительством парламентом президентом уже правительство может смениться президента могут переизбрать парламент то же самое а оттуда там там не переизбирается там навсегда крейтед equal поэтому есть права которые вот так данные от рождения включая вот как торгать персютов хэппи нас до стремление к счастью это наше это наше право от рождения и когда вот это все сидит у людей общество в целом там глубоко сидит то они не так плохо относятся к тому что человек там легальные или нелегальные лучше человек вот это существенно кроме того с точки зрения юридической тут есть интересная тонкость я как-то пару лет назад рассказывал я еще раз повторю нам выросшим в стране советов где при переходе границы просто пристрелить могли то есть не столько даже могли сколько пристрелили при нелегальном переходе границ здесь есть разные степени значит нарушения есть такое есть такое понятие мисс демидер мисс демидер это нарушение которое ну как наказывается но до года тюрьмы вот это ну как бы такое хулиганство может быть не мелкая ну хулиганство мисс демина и переход границы считается без демина вот нелегальный переход границы это в общем то нарушение ну мелкая ну такое не несущественно мисс демидер она ставится существенным нарушением когда тебя например удалили из страны и ты снова в нее прыг пришел вот тогда уже ты идешь совсем по другой статье но если тебя не депортировали а ты вот просто пришел и пришел вот живешь и живешь нелегально живешь и так далее ты в общем так уйдешь по разряду такое мелкое хулиганство ну так ерунда поэтому нахождение в стране нелегально не является чем-то уж так кардинально грубым таким с точки зрения закона с точки зрения закона что дальше происходит ветви власти как ни странно они не безумно координируются в своих действиях например вот есть иммиграционная служба которая по идее тех кто нелегально находится она должна была бы выдворять их собственно выдворяют где-то 400 тысяч человек ежегодно депортируют из страны а есть например вот полиция которая вот вот мы едем по улице л каминарил в городе я думаю мы сейчас в маунтин ю да вот мы едем и если человека остановят за превышение скорости вот сейчас просто на углу остановили и дальше документы туда документы сюда а он нелегальный ему ничего не сделают с точки зрения депортации с точки зрения отправки его там в правильное место где начнется процедура депортации нет такого он как-то с ним вот там переговорит у нас был случай пару лет назад у нас там тоже стройка какая-то была и наш контрактор вдруг телефон у него звонит значит и он ведь я сейчас подскочу и куда-то уезжает возвращается с работник выяснилось что работник нелегальный ехал на машине превысил скорость его значит заарестовали за превышение скорости но тыры-пыры и он там еще и по-английски нездоров ну и короче позвонил вот у меня там прораб который у которого я работаю вызвали прораба тот приехал да говорит мой парень работает там не знаю что он там заплатил за него или чем там кончилось но он его тут же вот он забрал привез на стройку вот вот и все и у них экран экономических как сказать финансово так скажем финансово довольно дорого народ депортировать потому что опять права до человек которого депортируют или там скажем он подлежит депортации он может обратиться в суд и есть еще бесплатные адвокаты которые будут его защищать начинать депортации соответственно государство должно его судить то есть общаться с этими судьями соответственно это большой расход на государственную систему и очень часто бывает я видел какое-то видео так но я не знаю то есть смешное то ли грустное как там относиться какого-то араба значит фильм был вообще про то что система депортации плохо работает довольно давно лет десять назад я смел документальный и там показывают какой-то араб которого уже надо там седьмой или восьмой раз нелегал седьмой или восьмой раз его сгребают в этот значит приемник где там нелегалов собирают под депортацию дальше выясняется что денег нет того нет сегодня ты оттуда выкидывает он идет домой и он возмущенно ругается он просто возмущен он он говорит вообще достали говорит он уже там пятый раз уже тут таскают там поймали то есть он вот недовольный эти ходит углубы козлы уроды там гаде одна служба собирает другая служба депортирует третья служба там еще чуть поэтому получается такая история что разные ветви они как бы друг другом не координирует например человек работает но он законопослушный в чем-то то есть он не был законопослушным то есть он мелкое хулиганство совершил пересекая границу но дальше он нарушает другой закон о том что нелегалу нельзя работать хотя в данном случае не только он нарушает но и работодатель его нарушает оба и есть серьезные наказание за то и за другое по закону который не исполняется и вот они готовы и законы принимать их принимать и вот эти исполни которые есть но он хочет быть легитимным и он хочет со временем получить грин карту там и легализоваться и так далее но неотъемлемым элементом последующей легализации является уплата налогов не уплата налогов это серьезнейшее преступление серьезнейшим и вот он платит налоги у него нету social security набор значит но он может пойти и получить так называемый а такс пр айди да там с двух ноликов начинается дают ему этот номер знаете вся система как устроена система говорит если человек не имеет права на работу но работает мы дадим ему специальный номер чтобы он мог налоги платить эти если человек работает и хочет заплатить налог что ж мы у него налоги не возьмем возьмем вот пожалуйста он платит налоги у меня ребята человек 20 однажды меня взяли в контору одну тестировать суды и софтвер который рассчитывает налоги а софтвер этот не для граждан а для тех кто подготавливает налоги да вот для этих бухгалтеров которые налогами занимаются и там специально был большой раздел значит расчет налогов для тех у кого нет разрешения на работу и этот софтвер был на английском и на испанском языках вот так поэтому эти ветви власти не координируется например на предмет искоренения зла а так как то они спокойно живут борьбы со злом нет если только это зло не выливается в такие формы как там убийство какое-то воровство какие-то серьезные такие дела вот обама в частности там пару лет назад он изменил инструкцию по депортации и он сказал что в первую очередь депортации подлежат те кто как-то связан там с наркотиками с убийствами там с каким-то такими тяжелыми преступлениями то есть вот эти 400 тысяч год которые депортируются чтобы фокус поменять не всех подряд мести а вот тех кто действительно какое-то такое совсем зло из себя представляет вот вот собственно так работает система я не знаю может быть это странно действительно я я тоже иногда думаю нифига себе вот например допустим вот ребенок пришел соединенные штаты с родителями то было ему пять лет нелегально ходил в школу после школы поступает в университет получает общественные все эти гранты получают финансирование государственное при том что ну ну как бы он нелегальный и родители его нелегальные и он как бы могут либо непонятно как он к этой системе вообще относится но они говорят ну пусть учится сейчас вот закон ну это даже помни закон был по моему это просто декрет президентский называется dream акт это когда сказали что дети которые несовершеннолетними пришли с родителями значит запретить депортацию этих детей и выдать им разрешение на работу то есть грубо говоря произошла их легализация неполная но но более-менее такая серьезная легализация они могут теперь поехать там себе в мексику и потом вернуться их никто не задержит на границе там и так далее но фактически их легализовали то есть мысль такая ну а чё дети же не виноваты они то не нарушали закон и это как бы уже теперь наши дети они в нашу школу ходят они в наших университетах учатся они на наших работах работают чего же мы своих то будем гробить вот или там как-то их отталкивать от себя поэтому они не виноваты ни в чем и в общем то я не могу сказать что этот dream акт вызвал какое-то серьезное сопротивление со стороны там скажем тех же республикантов там и так далее ну ну правда ночью дети то не виноваты и в общем там свои осложнения со всеми этими делами происходит но это уже отдельная история то есть на нашу голову тут насыпалось несколько десятков тысяч детей которые там записками с рюкзачками значит стали отправлять со всей латинской америки чтобы их же обратно нельзя отправить пришел от ребенок несовершеннолетний вот он ужас чего тут произошло с этим dream актом впоследствии вот за это обаму ругали что он как бы вот творит такой значит административный беспредел без того чтобы согласовать с конгрессом там и так далее а в итоге вот возникают такие неприятные значит последствия его даже не столько за это долбали сколько за то что он отказывается признать что это последствия его действий то есть такая знаете безответственная власть он вроде вот все что хорошее все его а то что он начудил чего-то никогда вот никогда эта власть не признает вот вот эти вот которые сейчас они не скажут что они что-то сделали не так такие вот пацаны у нас ладно что теперь значит на работу я приехал отправляюсь на рабочее место счастливо